Общее сведение. Синдром Веста носит название по имени врача, наблюдавшего его проявления у своего ребенка и впервые описавшего его в 1841 году. В связи с манифестацией синдрома в раннем возрасте и протеканием судорог по типу серии отдельных спазмов пароксизма, характеризующие Синдром Веста получили название инфантильные спазмы. Первоначально заболевание относили к генерализованной эпилепсии. В 1952 году городе был изучен специфический гипсоритмический эго-паттерн, потогномоничный для этой формы эпилепсии и характеризующийся медленно-волновой асинхронной активностью с беспорядочными спайками и высокой амплитудой. В 1964 году городе специалистами в области неврологии синдром Веста был выделен в качестве отдельной нозологии. Внедрение в неврологическую практику нейровизуализации позволило определить наличие у пациентов очаговых поражений вещества мозга. Это заставило неврологов пересмотреть свои взгляды на синдром Веста как на генерализованную эпилепсию и отнести его в ряд эпилептических энцефалопатий. В 1984 году городе был выявлено эволюцией эпилептической формы энцефалопатии от ее раннего варианта в синдром Веста, а с течением времени в синдром Лайнакса-Гаста. В настоящее время синдром Веста занимает около 2% от всех случаев эпилепсии у детей и примерно четверть младенческой эпилепсии. Распространенность составляет по различным источникам от 2 до 4,5 случаев на 10 тысяч новорожденных. Несколько чаще заболевают мальчики, 60%. 90% случаев манифестации синдрома приходится на первый год жизни, с пиком возраста от 4 до 6 мест. Как правило, к возрасту третьих лет мышечные спазмы проходят или трансформируются в иные формы эпилепсии. Синдром Веста Причина синдрома Веста В подавляющем большинстве случаев синдром Веста носит симптоматический характер. Он может возникать вследствие перенесенных внутриутробных инфекций, цитомегалией, герпетической инфекции постнатального энцефалита, гипоксии плода, преждевременных родов, внутричерепной родовой травмы, асфиксии новорожденного, постнатальной ишемии вследствие позднего пережатия пуповины. Синдром Веста может являться следствием аномалии строения головного мозга, септальной дисплазии, гемемегалэнцефалии, агенезии мозолистого тела и пер. В ряде случаев инфантильные спазмы выступают симптомом фокоматозов, синдрома недержания пигмента, туберозного склероза, нейрофиброматоза, точечных генных мутаций или хромосомных операций. В Т. Часть синдрома Дауна. В литературе упоминаются случаи фениолкетонурии с инфантильными спазмами. В 9-15% синдром Веста является идиопатическим или криптогенным Т. Е. Его первопричина не установлена или не очевидна. Зачастую при этом прослеживается наличие случаев фибрильных судорог, лепеприступов в семейном анамнезе больного ребенка Т. Е. Имеет место на следственной предрасположенность. Ряд исследователей указывают, что фактором, провоцирующим синдром Веста, может выступать вакцинация, в частности введение АКДС. Это может быть связано с совпадением сроков вакцинации возраста типичного дебюта синдрома. Однако достоверные данные, подтверждающие провоцирующую роль вакцин, пока не получены. Патогенетические механизмы возникновения инфантильных спазмов являются предметом изучения. Существует несколько гипотез. Одна из них связывает синдром Веста с расстройством функционирования серотонинергических нейронов. Действительно у пациентов наблюдается понижение уровня серотонина и его метаболитов. Но пока неизвестно, является она первичным или вторичным. Обсуждалась также иммунологическая теория, связывающая синдром Веста с увеличением количества активированных в клеток. Положительный лечебный эффект АКТГ лег в основу гипотезы о сбоях в системе мозг-надпочечники. Отдельные исследователи предполагают, что в основе синдрома лежит избыточное количество гиперэкспрессии, возбуждающих синапсов и проводящих коллатералий, формирующих повышенную возбудимость коры. А синхронность ЭГ-паттерна они связывают с физиологичным для этого возрастного периода недостатком миеллина. По мере созревания мозга происходит уменьшение его возбудимости и нарастание миеллинизации, что объясняет дальнейшее исчезновение пароксизмов или их трансформацию в синдром Ленокса-Гаста. Симптомы синдрома Веста Как правило, симптом Веста дебютирует на первом году жизни. В отдельных случаях его манифестация происходит в более старшем возрасте, однако не позже четвертых лет. Основу клиники составляют серийные мышечные спазмы и нарушения психомоторного развития. Первые пароксизмы зачастую появляются на фоне уже существующей задержки психомоторного развития ЗПР, но в одну третью случаев возникают у первично здоровых детей. Отклонения в нейропсихологическом развитии наиболее часто проявляются снижением и выпадением хватательного рефлекса, аксональной гипотонии. Возможно отсутствие слежения глазами за предметами расстройства фиксации взора, что является прогностически неблагоприятным критерием. Мышечные спазмы носят внезапный симметричный и кратковременный характер. Типичная их серийность при этом интервал между следующими друг за другом спазмами длится не менее одной минуты. Обычно наблюдается возрастание интенсивности спазма в начале пароксизма и ее спад в конце. Число спазмов, происходящих за сутки, варьирует от единиц до сотен. Наиболее часто возникновение инфантильных спазмов происходит в период засыпания или сразу после сна. Провоцировать пароксизм способны резкие громкие звуки и тактильная стимуляция. Семиотика пароксизмов, которыми сопровождается синдром Веста, зависит от того, какая мышечная группа сокращается – экстензурная, разгибательная или флексорная, сгибательная. Поэтому признаку спазма классифицируют на экстензурные, флексорные и смешанные. Чаще всего наблюдаются смешанные спазмы, затем сгибательные, наиболее редко – разгибательные. В большинстве случаев у одного ребенка наблюдается спазм нескольких видов и то, какой именно спазм будет преобладать, зависит от положения тела в момент начала пароксизма. Может иметь место генерализованное сокращение всех мышечных групп. Но более часто наблюдаются локальные спазмы. Так, судороги в сгибателях шеи сопровождаются кивками головой, спазмы в мускулатуре плечевого пояса напоминают пожимание плечами. Типичным является пароксизм по типу складного ножа, обусловленный сокращением мышц сгибателей живота. При этом тело как бы складывается пополам. Инфантильные спазмы верхних конечностей проявляются отведением и приведением рук к туловищу, со стороны кажется, что ребенок сам себя обнимает. Сочетание подобных спазмов с пароксизмом по типу складного ножа ассоциируется с принятым на Востоке приветствием салам, поэтому было названо саламовой атакой. У детей, которые умеют ходить, спазмы могут протекать по типу дропатак, неожиданных падений с сохранением сознания. Наряду с серийными спазмами синдром Веста может сопровождаться бессудорожными приступами, проявляющимися внезапной остановкой двигательной активности. Иногда отмечаются пароксизмы, ограниченные подергиванием глазных яблок. Возможно нарушение дыхания вследствие спазма дыхательной мускулатуры. В некоторых случаях имеют место асимметричные спазмы, проявляющиеся отведением головы и глаз в сторону. Могут встречаться и другие виды приступов, фокальные и клонические. Они комбинируются со спазмами или имеют самостоятельный характер. Диагностика синдрома Веста. Синдром Веста диагностируется по основной тряде признаков приступа кластерных мышечных спазмов, задержка психомоторного развития и гипсоритмический эгэпаттерн. Имеют значение возраст манифестации спазмов и их связь со сном. Трудности диагностики возникают при позднем дебюте синдрома. В ходе диагностики ребенок консультируется педиатром, детским неврологом, эпилептоловом, генетиком. Дифференцировать синдром Веста следует с доброкачественным младенческим миоклонусом, доброкачественной роландической эпилепсией. Младенческой миоклонической эпилепсией, синдромом Сензифера, наклон головы по типу кривошей, гастроизофагальный рефлюкс. Эпизоды апистатонуса, которые могут быть приняты за спазмы. Интерректальное, межпреступное эгэх характеризуется наличием дезорганизованной, беспорядочной, динамично изменяющейся спайк волновой активности как в период бодрствования, так и во сне. Проведение полисомнографии позволяет выявить отсутствие спайк активности в период глубоких стадий сна. Гипсорит не регистрируется в 66% случаев, обычно на ранних стадиях. Позже наблюдается некоторая организация хаотичного эго-паттерна, а в возрасте двух-четырех лет его переход в комплексы «Острая медленная волна». Наиболее часто эктальное эго-паттерн-те. Е-эго-ритм в период спазмов – это генерализованные медленно-волновые комплексы высокой амплитудой с последующим угнетением активности не менее одной сек. При регистрации на эго-факальных изменений следует думать об очаговом характере поражения головного мозга или наличии аномалий его строения. КТ головного мозга у имеющих синдром Веста детей может выявлять диффузные либо очаговые изменения церебральных структур, но может быть в пределах нормы. В диагностике локальных поражений более чувствительным методом является МРТ головного мозга. Для выявления участков гипометаболизма мозговых тканей в некоторых случаях возможно проведение подголовного мозга. Лечение синдрома Веста считался резистентным к проводимой терапии вплоть до открытия в 1958 году. Влияние на приступы препаратов АКТГ Терапия АКТГ и преднизолоном приводит к значительному улучшению или полному прекращению инфантильных спазмов, что сопровождается иссезновением гипсоритмического ЭГ-паттерна. До сих пор среди неврологов нет однозначных решений касательно доз и длительности стероидной терапии. Исследования показали, что в 90% случаев терапевтический успех достигался при применении больших дозировок АКТГ. Сроки терапии могут варьировать в пределах 2-6 недель. Новый этап в лечении инфантильных спазмов начался в 1990-1992 годах. После обнаружения неположительного терапевтического эффекта вегобатрина. Однако преимущество лечения вегобатрином пока доказано лишь для больных туберозным склерозом. В остальных случаях исследования показали большую эффективность стероидов. С другой стороны, стероидная терапия имеет худшую, в сравнении с вегобатрином переносимость и более высокий процент рецидивов. Из антиконверсантов эффективность показана лишь у нейтрозипома и вольпроевой кислоты. У отдельных пациентов описан лечебный эффект больших доз витаминов 6, который отмечался в первой неделе терапии. При инфантильных спазмах, резистентных к проводимой терапии, с подтвержденным на томографии наличием патологического очага показана консультация нейрохирурга для решения вопроса о резекции очага. Если подобная операция невозможна, то при наличии дропа так проводится тотальная колозотомия пересечения мозолистого тела. Продолжение следует...